Вот уже два месяца мы пристально исследуем проблему одесских недостроев. В Одессе и Одесской области 155 незавершенных объектов строительства, 77 из которых заморожены. Вопиющие цифры, но сухая статистика никогда не передаст те эмоции, простые человеческие, которые испытывают люди, которые остались без крыши. Это исковерканные судьбы. Сегодня мы поймем, надеюсь, в ходе этого вечера, что делать и кто виноват. Будем вместе обсуждать эту проблему. Вы можете звонить нам в эфир. Телефон эфира 726-33-26. Первый блок наш посвящен застройщику «Прогресс-строй», жилой комплекс «Золотой берег». Хочу сказать сразу нашим зрителям, что было очень много заявок, и мы распределили наш эфир на несколько пятниц. Вы можете, опять же, подавать заявки, следите за нашим эфиром. Представим наших участников первого блока. Это Владимир Дроздовский, Станислав Соколовский, Миринова Надежда и Титаренко Валентин. Жители, хотели бы стать жителями жилого комплекса «Золотой берег» и «Уютный». А также у нас есть эксперт Жанна Мандриченко, юрист, кандидат юридических наук, который сможет прокомментировать ситуацию, в которой оказались эти люди. Давайте начнем с самого начала. Расскажите, пожалуйста, апеллирую к вам, с чего же началась ваша история, в результате которой вы остались бескрышными головой? Ну, моя история, наверное, не нова и не очень оригинальна, как для всех инвесторов этого печального «Золотого берега» жилистного комплекса. В 2006 году, поверив строительной компании «Прогресс-строй», очень на тот момент известной, очень, как сказать, популярной в городе, я решил купить однокомнатную квартиру. Вот именно в этом комплексе. Своих собственных денег не хватало, значит, и, естественно, из строительной компании направили, как и многих, направили только лишь тогда в один банк, «Рефайзенбанковать». Оформить там кредит и, надеясь вселиться в первый дом по тому, как вот было указано в договоре инвестирования в декабре 2007 года, все дальше пошло как везде, как во всех недостроях. То есть управляющий этой компанией Селезнев Александр Михайлович свои обязательства или, будем говорить, обязательства компании, которая, одна из компаний, которая заключала договор, это «Инвест-прогресс», не выполнили. И где-то в 2008 году вообще полностью прекратилось строительство этого дома. Прикрываясь кризисом, что кризис мировой, никто ничего не кредитует, при том, что их строительная компания «Прогресс-строй» получила почти что стопроцентную предоплату от всех инвесторов за первый дом и практически за второй. Строительство прекратилось. Ну и история дальнейшая, она вся в борьбе не только как моей, а как инвесторов многочисленных этого «Золотого берега». Многие люди, значит, продавали свои квартиры, вкладывали с надеждой, чтобы получить там жилье свое либо своим детям. И живут на квартирах, кто-то вообще уже, извините, ушел в мир иной, не дождавшись морского воздуха и прогулок по набережной. Но моя история, она, в принципе, наверно, показательна. И для нашего такого времени, выплатив где-то в течение шести лет кредит из кредитных средств почти что 90% в виде всяких платежей, в виде комиссии, процентов, я решил, что когда уже увидел, что окончательно компания «Прогресс-строй» ничего не собирается строить, ничего, я решил, что платить за воздух строительный, так называемый, я не буду. И начал борьбу с этим банком, Райфайзенбанка Валь. Но, к сожалению, на сегодняшний момент, в течение трех лет, вот эта борьба наша продолжающаяся, в нашей системе судебной, все это прекрасно знают, как все решаются дела, особенно при очень серьезном лобби банковском у нас, то, что было и в Верховной Раде, там, и, ну, в принципе, ничего не поменялось, сильно не поменялось. И я проиграл все, на сегодняшний день, все полностью апелляции, касации. И сегодня мое дело, так сказать, находится в производстве, в исполнительной службе, и на квартиру мою наложен арест, в той, которой я сегодня проживаю. А там квартира и не собирается строиться. Вот такая вот история, и я так ярко, и, может быть, мой пример такой, ну, у каждого свои есть такие ситуации. И самое, что, значит, еще интересно в этой ситуации, что тот же банк Оваль, Райфайзенбанк Оваль, его работники при оформлении кредитов, они говорили, что компания «Прогрессстрой», она является очень, очень просто-таки прекрасной компанией, и их службы безопасности, юридической службы, были проверены все и активы, и полностью все, что только можно будет проверено. И они гарантируют вовремя сдачу этого дома в эксплуатацию. Закончилось тем, что сегодня, они сказали, всем говорят, а не только мне, говорят, банк не строит. У нас есть звонок от обманутого инвестора «Прогрессстроя», насколько я понимаю. Давайте пообщаемся. Может быть, юрист прокомментирует и как-то поможет вам с вашей проблемой. Здравствуйте. 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 У меня история очень похожа на мужчину историю. Не просто похожа, а прямо одинаковая практически. Единственное, что вопрос у меня будет такого плана. Дело в том, что очень много было всякого рода передач на эту тему, всяких репортажей, но дело не сдвинулось абсолютно с мертвой точки. Я хотела бы узнать. Вот несколько исков подано на господина Селезнева. Он вообще-то по всем критериям должен уже давно сидеть в тюрьме. До каких пор он будет на свободе? Дело в том, что он же не только по этому делу проходит. Еще и несколько дел есть, по которым он там обокрал банк какой-то. Киев, по-моему. Значит, я бы хотела узнать, каким образом решаются вопросы в наших прокуратурах. Вот конкретно наши обманутые инвесторы по Гагарин Плазна-2 подавали несколько исков. С 28 февраля последние были поданы заявления в прокуратуру. Областную, городскую и Киевского района, где проживает господин Селезнев. Что изменилось? Кто мне может ответить? Спасибо за ваш вопрос. Он скорее не в области юриспруденции, а скорее в прокуратуре. Мы получим комментарии. Я думаю, что здесь, конечно, есть эмоциональная составляющая и законодательная составляющая. Говорить сейчас о законодательной составляющей мы должны и имеем на это право. Потому что законы не такие плохие, как мы хотим о них говорить. На самом деле и закон о инвестиционной деятельности предусматривает определенные гарантии. И закон о защите прав потребителей, который в этой части тоже работает и тоже должен работать. И постановление вводя объектов эксплуатации. То есть у нас нормативная правая база есть и она должна работать. Эмоциональная составляющая, что на сегодняшний день этих людей мы должны услышать, понять. И не просто услышать, понять. И сделать определенные шаги навстречу. Они и в юридической плоскости есть, такие возможности. Но они должны быть услышаны и в политической плоскости. То есть мы должны не просто говорить, встречаться круглая стола. Мы должны понимать, что перед тем, как построить дом, мы, застройщик, проходил ряд согласовательных процедур. Это органы местного власти. Это государственная инспекция строительная. То есть очень много людей участвовало в процессе, которые все говорили, да, стройте, стройте. Но когда человек начинает строить, он, получается, не несет никакой ответственности перед людьми. То есть он заинтересовал. В связи с этим мы должны менять, менять какие-то определенные подходы. И эти подходы, разработка этих подходов, которые мы должны менять, мы должны менять, исходя из европейских требований и правил, критерий. А в этой ситуации, естественно, должна быть активная работа системы прокуратуры. Система прокуратуры, которая должна не просто рассматривать и, может быть, где-то отписывать, где-то реагировать вне в той плоскости, в которой этот вопрос не к нам. А активно изучать проблематику и становиться на защиту граждан, потому что это основная задача. Этих органов. Я думаю, что после сегодняшнего эфира мы в любом случае привлечем к вашим проблемам общественной резонанса. Это тоже немаловажно, потому что посредством нас решались некоторые проблемы все-таки уже на данный момент. У меня вопрос к госпоже Мироновой. Мироновой, извините. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы обращались даже к президенту в свое время. То есть писали и телеграммы, и письма. Каким был результат? С вашего позволения, я быстренько, вот небольшой экскурс. Значит, действительно, 2005-2006 год, компания «Прогресс строй». Я сохранила вот эти, весь город был завешен вот такими вот счетами, вот такими вот рекламами. И я обращаю внимание, что на каждой из них стоит логотип и написано «Прогресс строй», «Прогресс строй», «Прогресс строй» и так далее. Сегодня же получается, что мы непонятно с кем заключали договора. «Прогресс строй» получил разрешение от городских властей в 2004 году еще, во времена еще был тогда мэром господин Горлиц, начал это строительство. В 2005 году он и в 2006 году он заключил договора с фирменными прокладками, их было 4 или 5, которые на сегодняшний день благополучно обанкрочены. Деньги этими фирмами, это были собраны в 2005-2006 году, вот у меня в списке, я специально отметила все деньги за первый и второй дом, полностью два первых дома. Все деньги были собраны еще в 2006-2007 году и благополучно украдены, в частности, господином Селезневым и его компанией. Далее, вот это все, далеко не все вернее, то, что за все эти годы я получила, какие ответы мы получали. Не только я, а люди, которые были со мной в моей группе и так далее, инвесторы, наши инвесторы. Мы обращались, ну, наверное, и к Господу Богу тоже, и к бывшему президенту Януковичу Азарова лично, мы выслеживали около оперного театра во время приезда, мы вручали лично его охране эти письма и так далее. Все уровни прокуратур, министерство строителей, Яцуба был тогда министром, ездили в Киев неоднократно. Мы прошли все круги ада. Все, я сегодня заявляю, что крышуется все абсолютно. С момента получения разрешения на строительство, как только взятки взялись, все, пошло крышевание. Это крышевание идет на всех уровней, и это доказано. Если изучить вот эти вот все ответы, круговая порука везде, понимаете, везде. Поэтому вот стоит только изучить вот эти ответы, и все станет ясно. Иногда опускаются руки. Сегодня я уже решила обратиться к новому президенту, к новому правительству, но говорят, что у нас все изменилось, что у нас не будет коррупции, что у нас есть люстрационные комитеты, что у нас есть антикоррупционные комитеты. Я посылаю телеграммы со своей небольшой учительской пенсии в 1200 гривен, я посылаю телеграммы. Каждая телеграмма стоит 120, 160 вот сегодня я заплатила гривен и так далее. Для чего? Я понимаю, что проблема обозначена, но это вот как вода камень точит. Вот мне кажется, что таким образом я смогу обратить внимание правительства, кабинета министров и так далее на эту проблему, на проблему недостроев. Лично наше мнение инвесторов, что если городские власти, республиканские власти дают разрешение на строительство, если они выделяют участки земли в аренду, если они подписывают проекты, если они дают разрешение на подключение коммуникаций городских и так далее, значит они должны нести ответственность. И в нашей ситуации я не вижу другого выхода, кроме как все-таки городские власти должны подключиться и хотя бы помочь нам с коммуникациями. Аперировали ли вы городским властям? Естественно. Если бы вы мне дали возможность, я бы зачитала вам такие интересные ответы, что, я не знаю, вот сейчас я буду писать роман в телеграммах, переписка с президентом. Ну, кстати, уведомления на первую телеграмму я пока так и не получила, хотя прошло уже какое-то определенное время. Без того, чтобы вот обратили внимание, я брала квартиру эту для своих родителей. У меня пожилая мать и отец очень мечтала, чтобы на Персии, отец у меня рыбак, чтобы он мог позволить себе на старости лет подавить рыбку, посидеть, отдохнуть и посидеть, подышать морским воздухом. К сожалению, его уже давно нет на белом свете. Он не дождался. Мама тоже не дождется. И в подтверждение слова Владимира тоже говорю, что таких у нас очень и очень много. Я не знаю, есть ли у нас... Селезнев ведет себя очень самоуверенно. Уже было открыто не одно уголовное дело. Первое дело мы открыли в 2010 году. Потом, когда он нас пригласил и объяснил, и пообещал, что все, я все сделаю, все будет нормально, мы пошли и написали заявление, чтобы уголовное дело пока приостановили. Но что мы имеем право его возбудить снова, если обещания не будут выполнены? Естественно, обещания не были выполнены. Сейчас возбуждено еще в 2012 году еще одно уголовное дело. В Киеве было уголовное дело. Все закрыто. Крошуется абсолютно все. Я бы хотела сказать, что из-за того, что история настолько потрясает этих людей, давайте продолжим этот блок по хронометражу. Пусть он будет больше, чем 20 минут, потому что за 20 минут решить такую огромную проблему невозможно. Невозможно даже не то, чтобы решить, а рассказать о ней, донести. Это на самом деле очень интересно и просто потрясает, насколько это боль, русская, человеческая, циничный обман. Расскажите, пожалуйста, у вас есть какие-то документы? Да, документы. Это по поводу того, что возбуждено уголовное дело. И вот маленькую виписку отсюда, что керівництво компании, группы компании «Прогресс Бут», до склада, у которого входило товариство «Инвест Прогресс» и там, как называются, фирмы прокладки «Прогресс Троя», шляхом шахрайства, обману инвесторів, за умовами того, что останние отримают квартиры у ЖК «Золотой берег» за адресу «Місто Одесса», «Фантальская дорога», 118А, отримали від останніх, від инвесторов, грошові кошти в особливо великих розмірах. И станом на лютий 2014-го року ці житловые комплексы не побудованы и не сданы в эксплуатацию, а кошти, которые граждане, сгідно с условием укладенных договоров, перераховали на зазначенные у договора храгунки, были привластены и обратены на свою пользу. Старший следственный следственный отдел Приморского РВУ МСК Кувшинов. И вот к этому уголовному делу, который длится, у нас еще год назад произошла история, которая, конечно, потрясла нас всех. У нас инвесторы объединились для борьбы за свои права, потому что власти, что предыдущие, что сегодняшние, самоустранились абсолютно. Этот вопрос не интересует. То есть мы называемся инвесторами, мы инвесторов кого-то привлекаем, но своих инвесторов мы бросаем. То есть принцип, как говорил Старбендер, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Так вот, была создана общественная организация, и возглавлял его и возглавляет Олег Станиславович Михайлик. И вот когда активные действия уже подходили к каким-то результатам, было вот это было возбуждено уголовное дело, его семье стали поступать угрозы, его жене предлагали, пугали, чтобы он прекратил различные там движения полностью, прокололи ему как-то раз машину, колеса. А результат потом, он не остановился, он добивался, у него всего лишь однокомнатная квартира. И год назад, 15 декабря, его возле его офиса подождали в масках и избили его кастетами. Вот фотографию я могу показать в тот же вечер. Вот эта фотография, что сделали с человеком за свои собственные деньги и за свою несостоявшуюся однокомнатную квартиру. И к этому же всему уголовное дело было возбуждено по поводу вот этого избиения. Но оно так мягко ушло в песок. И на сегодняшний день можно сказать, что власти абсолютно самоустранились. Они не хотят заниматься этой проблемой. Я бы хотела предложить вам сейчас посмотреть сюжет. Мы побывали в гостях, наш корреспондент Наталья Костенко побывала в гостях у Титаренко Валентина. И мы обсудили эту вопиющую проблему, которая коснулась, к сожалению, и его семьи. Валентин Александрович встречает нас у калитки и проводит экскурсию по двору и дому. Семь лет назад жить здесь было невозможно. Воды и канализации не было. Тогда дом встретил новых жильцов бетонным полом и оштукатуренными стенами. Отопление отсутствовало. Своими руками офицер запаса, ветеран вооруженных сил Украины, изменил все. Болитенькие шесть соток. Задумали теплицу делать. То, что было сделано, потребовало времени, сил и денег. И все бы ничего, если бы дача принадлежала Валентину Александровичу и его жене. Семейная пара вот уже седьмой год вынуждена жить в чужом доме и вкладывать в него оставшиеся сбережения, с которыми в 2008 году рассчитывала вселиться в свою собственную квартиру в жилом комплексе «Уютный». Но строительство затянулось. Вообще не строят. Мы ездим на митинги, мы обращаемся к городским властям. Все бумаги, прокуратура. Просто была инициативная группа. И мы через все это прошли, и потихоньку-потихоньку теряется надежда на получение жилья. В 2007 году семья подписала договор со строительной компанией «Прогресс-строй» и внесла полную стоимость скромной однокомнатной квартиры – 37 200 долларов. Со временем документы были переоформлены на компанию «Прогресс-риэлт». За семь лет менялись названия фирм-заказчиц строительства и подрядчиков. По данным инвесторов, сегодня на площадке строят «Перспектива-риэлт» – фирма подконтрольная киевской стройкомпанией «Киев-Меськбуд». Но они всего лишь исполнители. С кого спросить за долгострой – инвесторы теряются. Городская власть разводит руками. Вы заключили договор с частными лицами, то есть организацией. Государственные органы не могут вмешаться. А факт уголовного дела отсутствует. Есть условия, при которых да, можно строить или не можно строить. Нет денег – ждем. Последней новостью для семьи Титаренко стало изменение в будущей жилплощади. Вместо малобюджетной квартиры им предложили другую – площадью 50 квадратных метров. Естественно, с доплатой – в размере 4 тысяч долларов. Таких денег у семьи нет. А если бы и были… Наша квартира, которая была у нас в плане, она существует сейчас. Она не перестроена, не поменяла своей конфигурации. Только меня насильно, вот нас, семью, взяли и сказали – вам вместо этой – вот это. На основании чего? А, ответ – имеет право организация, строительство, изменять план. Сегодня на стройплощадке по улице Плеева тихо. Есть строительная техника и материалы, но нет рабочих. Охранник, заметив камеру, затаился в глубине территории. На вопрос, ведутся ли какие-либо строительные работы на площадке Уютного. Ау, а кто-нибудь есть на площадке? Местные жители ответили так. Походу заморозили. Заморозили? Ну, то есть, вот в ближайшие там дни, недели ничего не строили? Нет. Вообще не. И пока дом, в который в 2008 году должны были вселиться люди, выглядит как коробка без крыши, за 35 километров от Одессы семья Титаренко готовится к зиме. Ежегодно на отопление дома углем и дровами требуется порядка 12 тысяч гривен. Поэтому сегодня вот мы ищем и сухостой, и все пилим. Казалось бы, что только кажется, что это может бесплатно. А это бензопила, это бензин, это генератор электростанции, это просто содержание дома, которое заставляет тебя, оно просто под собой рвать, пробуксовывать. Это при том, что на тепле семья экономит, как ни на чем другом. Температура в доме не поднимается выше 15 градусов. Ночью печь не работает. Это то, что поставлено, разведено по всей квартире, внизу и вверху радиаторы. Сколько топишь, столько тепла. И перестаешь топить 2-3 часа, и это все останавливает, потому что идешь спать. Или из топника садись. За 7 лет борьбы за собственную квартиру Валентин Александрович и Галина Григорьевна познакомились со многими инвесторами, братьями по несчастью. Семья осознает, что другим приходится еще хуже и не жалуется. Но почему должны смириться с ситуацией, люди не понимают. Понимаете, Наталья, я же не бессребренник, я же офицер. 25 лет в войсках отслужил ветеран вооруженных сил. Нам с Галиной Григорьевной уже по 68 лет. Мы усиленно работаем со своим здоровьем, со своими мозгами, не хотим стареть. Понимаете, и на что, на золотую свадьбу свою, что ли, получать через 2 года эту квартиру. Просто не выдержим иначе. В прошлом году одесские активисты озвучили печальную статистику. Осенью 2013 года они насчитали в Одессе и области более 10 тысяч инвесторов-долгостроев. Те, кто мечтал о новом жилье, отдали в руки застройщиков более миллиарда долларов. Я думаю, вы не против, если мы сразу попросим комментарий юриста. Может быть, она подскажет, как вы будете действовать в столь затруднительном положении. Вы знаете, я как юрист должна сказать, что на сегодняшний день нельзя ни в коем случае опускать руки. Уже определенные этапы сделаны. И если бы эти люди вообще ничего не говорили, не делали, никуда не ходили, они бы давным-давно забыли. На сегодняшний день мы видим, что есть порушение криминальной проваджении, есть проверки, которые идут. То есть главное понимать, что твоя судьба, твои финансовые средства, которые ты вложил, в твоих руках. И бороться не просто как бы… На сегодняшний день вы говорите, что вы боретесь за воздух. Ни в коем случае вы не боретесь за воздух. Если бы вы не боролись, ничего бы этого не было, поверьте. То есть на сегодняшний день у вас есть реальные обстоятельства, позитивные обстоятельства, что о вас говорят. И не просто говорят, порушение, проваджение, проверки. То есть мне кажется, что здесь дело времени и уже, будем говорить, политической власти. Политической власти, что она должна, она в ответе за этих людей. Эти люди не строили себе индивидуальные жилые дома. Они покупали квартиры у застройщика, который прошел все государственные инстанции. Инстанции органов местного самоуправления. И он несет ответственность за этих людей, которые являются гражданами нашей с вами страны. Мы несем ответ за то, в каких условиях они будут жить завтра. А вы обращались к самому господину Селезневу? То есть вы видели его? Может быть… Да, конечно. Мы начинали еще со дворца моряков и со дворца студентов, когда были большие сборы всех площадок строительных. В девятый год. И вот да, и вот с тех пор уже был один только Селезнев, который мог что-то отвечать. Но сказали так, не хотите, мы вам дадим ваши деньги, построим все шесть домов, продадим оставшиеся квартиры и получите свои деньги. То есть такая несуразица, которая просто, это значит, вложить и выйти без денег. Поэтому я этот сюжет, который сейчас показывали, сейчас впервые тоже смотрю. Но реально, если бы это мне рассказали, что кто-то там живет, я бы посочувствовал. Потому что это… Давайте хоть немножко улыбнемся к тому, что одних, конечно, как банковские проблемы. Мы просто на один миллион посадили человека банковские долги, мы просто 42 тысячи долларов выплатили сразу и добросовестно сидели, долго ждали. А сегодня, когда уже прошли эти семь лет, и этот, извините, дачный дом, который показали, превратился почти в жилой дом, я не знаю, конечно, наверное, мне легче, чем другим. Но дело в том, что и, как говорят, вот уже отец не выдержал, ушел в мир иной, мать пожилая. Мы как-то держимся. Ну что? Ничего не оставим под себя. Да. Да, пожалуйста. Вот если говорить о встречах с Селезневым, значит, мои встречи с Селезневым начались в 2008 году еще в офисе на Приморской 49. С большим трудом, с боем мы подходили к охране, нас не пропускали, мы караулили, мы пробивались и так далее. До тех пор, пока первое уголовное дело не открыли, он нас не принимал. Мы получили ответ, что Селезнев не имеет никакого отношения к строительству, я поэтому и принесла сюда эти рекламные все проспекты, чтобы убедиться в этом. Потом, когда немножечко припекло, он начал организовывать с нами встречи, сначала в офисе, значит, на Приморской, ну, в основном-то в офисах эти встречи, потом на улице около строительства, но на всех встречах красной нитью шло вранье. Ни одного обещания, которое он давал нам во время этих встреч, выполнено не было. С нами играли, как кошка с мышкой. К сожалению, мы не сразу это даже поняли. Может, мы дадим слово господину Соколовскому, который расскажет свою историю? Я хочу сказать, что я хочу к этому добавить, это все правда. Селезнев до того обнаглел, что вместо того, чтобы строить наши дома, достраивать. Значит, я хочу сказать, что вы уже сказали, что все квартиры проданы в двух домах. А выполнена работа всего на 30%. Получается, если всю бухгалтерию подбросить, то 30 миллионов он украл в свое время. Мало этого, он еще, значит, организовался строительством магазина, на площадке, которая не была на этой площадке. Он продал нашу площадку, начал строиться магазина. Мы подключили ГАЗК. Но ГАЗКу он плевал на этот ГАЗК. ГАЗК требовал у него проект, чтобы убедиться, как строится это. Он плюнул на это все дела. Есть еще такой у него помощник Дубровуд Марков, который якобы занимается строительством. Но ничего не строится. Вот такие фокусы. Значит, от него нечего больше ожидать. И он говорит, что нет денег. И в то же время сам говорит, что недострой, плюс непроданные на квартиры еще есть, 120 миллионов. А на дома надо 70. Тут говорит, что нет денег, что ему бы война помешала. И тут же объясняет, что есть деньги. Он сказал, что войска на ВАЗО зашли, поэтому прекратилось строительство. Вот у него теперь такое оправдание. А в 2008 году я получал ответы, что кризис виноват. Хотя в договоре моих родителей дата сдачи первого дома декабря 2007 года. Кризиса еще не было. Мало этого, он еще наглел с Марком с этим. И написали нам письмо. Сдайте еще по 6 тысяч гривен. Доллар. По 6 тысяч долларов. Эти 6 тысяч долларов уже не повлияют на то, чтобы закончить здание. Значит, он хочет украсть еще этих, которые ему сдадут. Но ему никто рубля не даст. Так мы договорились с инвесторами, что ему никто рубля не даст. Пусть продает свое имущество и строит эти дома. У вас есть какие-то рекомендации людям, что делать в дальнейшем? Вы знаете, в этой ситуации есть рекомендации глобальные, есть рекомендации, которые касаются именно этой ситуации. Прежде всего, это не опускать руки, не останавливаться. Потому что на сегодняшний день и государственная программа, и те вопросы, которые поднимает президент, они говорят о том, что недострои должны быть закончены. Говорится о возможности государственной финансирования недостроев за счет государства. Насколько мы сейчас будем рассматривать, насколько это вообще возможно. Второе, это что у нас все-таки есть органы местного самоуправления, которым принадлежит в аренде этих, в которых находится земля. Есть другие застройщики. Чтобы действительно не просто обратили внимание, а был выработан инструмент. Потому что если не будут воли, то ни один закон не поможет. Мы говорим, люди сейчас пришли с тем, что есть все. По закону все хорошо. Есть закон, который должен их защищать. Но механизмы защиты, которые предусмотрены этими законами, этих же людей не могут защитить почему-то. Но почему так? То есть вопрос в том, что значит люди, которые должны отстаивать эти механизмы защиты, это правоохранительные органы, это органы местного самоуправления, это государственный аппарат, значит он плохо работает, может быть. В этом вопрос. Может быть, в этом вопрос, да. И еще по поводу того, что делать, я извиняюсь. То есть рецепт, он есть, он есть рецепт, только он не хочет этот рецепт приводиться в жизнь с сегодняшними чиновниками, которые наверняка чувствуют себя просто временщиками. Дело в том, что можно абсолютно на местном уровне решить вопрос, допустим, если недобросовестный застройщик, мягко так назовем, недобросовестный, в течение года, после истечения сроков договора инвестирования, ну не исполняет свои обязательства договорные, да, забирается у него решением горсовета земля, и город, город, под гарантией города забирается, ищется инвестор, который будет с хорошими мощностями, строителями, и переводится все это в плоскость уже на другого застройщика. Ну это, а нам говорят, что вы идите, ищите, вот мы были две недели назад у заместителя мэра города Шандрика, и нам сказали, совещание было большое, вот вы найдите компанию строительную, вы пойдите, то есть, ну как это выглядит, да, мы сидим, где мы находимся? Мы находимся в горсовете, там где градоначальник, начальник. Нам говорят, выйдите, ищите, вот я сейчас пойду искать, где я буду, по улицам хотите искать застройщика? Да, и поломочия какие? Вот в чем дело. А можно это сделать, найдя, они знают все строительные компании, под свои гарантии, но просто это очень серьезная работа, а заниматься ею никто не хочет, она неблагодарная. Лучше сделать разметки нарисовать на улице, где-то посадить деревце, где-то ту площадку. Я благодарю вас всех за участие, хочу сказать, что, конечно, то время, которое выделяет наш телевизионный формат, оно абсолютно неправомерно, чтобы решить ваши проблемы, но у меня есть уже для вас небольшое решение. Вы оставляете нашему координатору свои координаты, мы записываем ваши телефонные номера и будем приезжать вместе со съемочными группами, каждому из вас и освещать проблему, вашу историю. Я готова даже пообещать сейчас от руководства седьмого телеканала, как главный редактор, что мы будем снимать целый фильм об этой вопиющей проблеме, потому что у человека должно быть крыша и жилье. Особенно, когда он заплатил за нее. Конечно, давайте напоследок мы делаем обращение к городской власти и заканчиваем блог. Уважаемый господин Труханов, получилось так, что наша стройка, к сожалению, не строилась из-за недоработки городских властей в первую очередь. Я считаю, что сейчас город должен взять на себя ответственность и помочь нашей стройке Золотому берегу, хотя бы с коммуникациями, так как свет нужно тянуть от улицы Маршала Жукова, канализацию от Львовской. Даже если мы доплатим эти деньги, мы не сможем, не потянем эти коммуникации. Помогите нам хотя бы с коммуникациями и помогите нам, пожалуйста, в замене застройщика. Спасибо вам огромное. Мы завершаем блог и ждем следующих возможных жителей жилого комплекса «Золотое руно». В Одессе и Одесской области 155 объектов незавершенного строительства, причем 77 из них заморожены. Для сравнения, в каждом из остальных региональных центров страны число проблемных новостроек не превышает 6-8. Обманутых инвесторов в Одессе – тысячи. Суды длятся бесконечно, митинги у стен мэрии и облгосадминистрации уже никого не удивляют. Решим проблему вместе, придав ей общественный резонанс в рамках телевечера на тему «Одесские недострои». Субтитры создавал DimaTorzok